Всем привет! С вами снова Тимур Вячеславович и это уроки химии. Сегодня вместо обычного, скажем так, разбора каких-то соединений или элементов, мы решим задачу. Она будет одна. Она достаточно простая по условию, но по решению, скажем так, уже не очень простая. Для нее даже не нужно знать каких-то определенных законов или каких-то особенностей химии. Тут скорее даже больше математики, чем химии, но тут нужен химический подход. Собственно, начнем, попробуем решить. Итак, собственно, поговорим про само условие задачи. Оно следующее. Смесь водорода и азота пропустили над катализатором при определенной температуре, при определенном давлении, получили аммиак с выгодом 65%. То есть, значит, что не все исходные продукты пререагировали. При этом известно, что в конечной смеси осталось 60% по объему водорода. Ну или в химическом количестве, что, собственно, эквивалентно при данных условиях. То есть, запишем химическую реакцию. Азот плюс водород. Мы получили аммиак. Проставим коэффициенты, соответственно. Здесь 2 и здесь 3. Очень важно дорисовать вот эту стрелочку. Почему? Потому что реакция является обратимой. Где мы можем получить подтверждение этого? А нам говорится, что реакция произошла не с полным выходом, а всего лишь на 65%. Соответственно, это нужно учесть. Итак, в этой задаче не даны ни масса, ни объемы, ни химическое количество, ничего. Как ее, собственно, решать? Но если нам все это не дано, мы сами это введем для удобства расчета. Мы предположим, что исходная смесь, то есть вот это, азот и водород, имеют 1 моль химического количества. В сумме. Замечу именно, что в сумме. То есть, вот это у нас 1 моль. Тогда, соответственно, пускай азота у нас будет х, а водорода 1 минус х. Откуда взялось х? Х это, естественно, неизвестное, а единица это наши предполагаемые 1 моль. Хорошо. Теперь, соответственно, найдем химическое количество аммиака. Но откуда мы его найдем? Что мы будем использовать для расчета? Х или 1 минус х? Тут нам поможет уже вот эта цифра. 60% оставшихся по водороду. Если нам известно, что остался водород в конечной смеси, значит, его было бы избыток. А мы всегда считаем по недостатку. Если у нас в недостатке азот, соответственно, от него мы находим химическое количество аммиака. Запишем. Химическое количество тогда аммиака будет равно х умножить на коэффициент, стоящий перед аммиаком 2 и умножить на выход. Ведь у нас не весь азот-то пререгивал, только часть использовалась. Мы знаем, что выход 65%. Значит, умножаем на 0,65. Почему именно 0,65, а не 65? 65 это проценты. Я предпочитаю всегда считать в долях. Мне лично удобнее. Поэтому я и поставил 0,65. Вы можете поставить 65, но не забудьте поделить на 100, так как это проценты. Соответственно, мы получим, что химическое количество аммиака 1,3х моль. Теперь найдем химическое количество из этого всего, которое вступило в водорода и азота, соответственно. Для азота это химическое количество будет равно чему? Мы возьмем химическое количество аммиака 1,3х и разделим их на 2. Почему на 2? Потому что здесь коэффициент 2, здесь коэффициент 1, который мы, собственно, не записываем по, скажем так, сложившись обстоятельствам в химии. И, соответственно, получим 0,65х моль азота. Теперь запишем для водорода. Напомню, что это химическое количество вступившего в реакцию. Опять же, отталкиваемся от аммиака. 1,3х мы делим на 2 и умножаем на 3, потому что перед водородом стоит коэффициент 3. Соответственно, отсюда мы получим 1,95х молей водорода. Мы нашли химическое количество вступившего. Что нам это дает? Ну, пока, в принципе, ничего. Теперь мы найдем химическое количество оставшееся с учетом вот этих вот записей. Тогда запишем, собственно, следующее, что химическое количество оставшегося азота будет равно его исходное химическое количество, а мы помним, мы приняли его за х, минус то, что вступило в реакцию. Вступило у нас 0,65х. Достаточно просто, согласитесь. Получаем отсюда, соответственно, 0,35х. То же самое делаем с водородом. У нас его было, водорода, 1, минус х. Для удобства я запишу их в скобочки, чтобы все эти иксы между собой не сплюсовались и не слились у меня в глаза. Ну и, соответственно, мы отнимем химическое количество водорода, которое вступило в реакцию. 1,95х. Минус 1,95х. Соответственно, отсюда мы получим, ну, при раскрытии скобочек, единица. Логично, что остается. Здесь у нас минус х, и здесь у нас минус 1,95х. Получим, соответственно, минус 2,95х моль водорода. Напомню, это оставшееся, и это оставшееся. А вот это уже нам очень сильно поможет, потому что у нас говорится, что доля оставшегося водорода, у нас как раз есть его химическое количество. Запишем тогда, собственно, формулу, которая нам нужна для того, чтобы во всем этом разобраться. Для начала запишем в общем виде. Доля у нас равна химическое количество водорода, деленное на сумму химического количества водорода плюс химическое количество азота, опять же, оставшегося, и плюс химическое количество образовавшегося аммиака. Почему именно так? Ведь речь идет про остаточное уже количество. Остаточное количество водорода, остаточное количество азота и образовавшееся химическое количество аммиака в ходе этой реакции. Ну и, естественно, умноженное все на 100%, если количество приведено уже, собственно, к процентам. Это у нас и получается 60. Хорошо. Теперь запишем уже с учетом вот этих имеющихся данных. 60 или 0,6. Я для удобства буду использовать 0,6, но можно использовать и 60. Будет равно. У нас вверху остаточное количество водорода. Водород у нас это 1 минус 2,95х. Это же мы дублируем вниз, потому что он тут тоже есть. Для удобства запишем это все в скобочках. Плюс химическое количество азота. азот у нас 0,35х плюс химическое количество образовавшегося азота 1,3х моль. Соответственно, это все у нас и равно 0,6. Для удобства мы можем сначала посчитать все внизу и потом уже, скажем так, работать с этой своего рода дробью. Запишем получившийся результат. Итак, в результате преобразования этого выражения в более простой вид мы получим примерно следующее. 0,6 минус 0,78х равно 1 минус 2,95х Простое уравнение. Отсюда х, соответственно, мы находим, что равен 0,184 моль. Итак, собственно, что мы нашли? Мы нашли химическое количество именно содержащегося в одном х. Теперь из этой информации мы найдем сколько химического количества азота, водорода и, соответственно, аммиака. Смотрите, мы нашли, что химическое количество в иксе это 0,184 моль. Теперь, как отсюда найти химическое количество водорода, азота и аммиака? Да очень просто. У нас в самом начале есть реакция, по которой мы все это и записывали. Смотрите, химическое количество просто химическое количество азота просто x. То есть, для азота 0,184 моль. Для водорода 1 минус x. То есть, единичка минус 0,184. Ну и, соответственно, тогда аммиака, но образовавшегося именно, у нас будет 1,3 на x. Но у нас по условию задачи спрашивают сколько было водорода в исходной смеси. В исходной смеси не было еще реакции, то есть ее еще не пропускали над катализатором, температурой не нагревали, давлением не давили. Соответственно доля водорода в результате будет следующая. Количество водорода, деленное на сумму количества водорода плюс количество азота. Итак, вот собственно формула для нахождения содержания водорода в исходной смеси. Записывать что получилось мы не будем, это слишком легко. Посчитайте, то есть в принципе все данные уже есть, все самое сложное мы сделали. Нужно просто подставить и посчитать. Напомню, что азота у нас это x, а водорода у нас 1 минус x. Соответственно вы подставляете эти данные сюда, x вы знаете 0,184. Нужно просто рассчитать. Ну и естественно напишите в комментариях ответ, который получится. Ну и тем, кто справится, те молодцы. Тем, кто нет, я попробую объяснить еще раз, но уже в комментариях. На этом сегодняшняя задача пожалуй все. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Будем почаще решать тоже задачи. Ну и всем пока.